Здравствуйте! Приветствую вас на канале Процветок. Сегодня мы поговорим о зеленом удобрении. Ну, зеленое удобрение это не новое, это многие садоводы наши используют, но не всегда получают хорошие результаты. А почему это происходит? Потому что есть некоторые нюансы, которые как бы влияют на эффективность использования этого удобрения. Мы все мечтаем о том, чтобы наши растения были обеспечены всем, всем необходимым, все, что им нужно, чтобы они получали. И мы гоняемся за удобрениями, рекламируют какое-то чудо-удобрение, где есть все, мы сразу его покупаем, скорее используем, получаем в одних случаях хороший результат, в других не очень хороший результат. Ну, это как получаться. Ну, а есть то, что у нас находится под ногами, то, что мы как бы можем вступать, и мы просто не используем. Это так называемое зеленое удобрение, или как часто его называют наши блогеры, бродиловка. Что, в чем суть этого процесса, что берут определенную зеленую массу растений, складываются в бочку, заливаются водой, заквашиваются, например, там, ну, может, не столько заквашивается, как она гниет, там, выделяются питательные вещества, и вот этим, уже этим настоем будут поливаться наши растения. И они будут обеспечиваться всем необходимым. Но здесь не так все просто. У нас на огороде, конечно, растет мокрица. Это прекрасный компонент для приготовления зеленого удобрения. У нас есть масса других растений, их тоже можно добавлять. Но давайте мы сразу разберемся, какие растения, ни в коем случае нельзя добавлять, вот эти зеленые удобрения. Потому что, если мы будем делать закваску с этих растений, значит, они угнетают рост растений, мало что не угнетают рост растений, вот, ну, значит, растения могут даже, ну, настолько затормозиться, что потом ни одни удобрения уже не дадут какого эффекта. Кто же такие вредители с этой среды зеленых удобрений? Ну, конечно, самый такой, ну, простой вредитель, который встречается, это конский штавель. Добавка конского штавеля тормозит рост всех без исключения культур. Следующий такой же вредитель, вот, это пырей. Пырей, вы все знаете о пыре. Так вот, его зеленую массу ни в коем случае не добавляйте в ваше зеленое удобрение. Потому что пырей угнетает и тормозит рост любой культуры. И очень-очень сильно. Хотя другие травы, те же, которые растут на участке, вот тут же и просто куриное, вот, и другие, вы можете смело добавлять. Но пырей ни в коем случае не добавляется. Также очень не советую добавлять растения семейства селедерейных. Вот, ну, например, вех, там, борщевик. Вот эти растения, значит, содержат седовитые вещества, которые называются кумарины. И вот эти кумарины, значит, потом очень делают отрицательно на наши растения. Угнетают также наши растения. Поэтому даже ботва тоже морковки, хотя она вроде и аппетитная, вроде и все. Но для зеленой бродилоки она не пойдет. Ни в коем случае не добавляйте. Потому что вместо пользы вы принесете вред вашему участку. Ну, есть растения, которые надо принять с осторожностью. Вот, например, капусту, в частности. Вот, и лук. Очень тормозит чистотел. Мы его знаем. Растения инсекцицид от вредителей, оно да, оно хорошо. Вот, этот сорняк. Но вот, если добавить в зеленое удобрение, значит, ваши, эти настойи могут быть токсичными для ваших растений. Они резко затормуются в росте. И потом разбудить их будет трудно. И еще одно такое очень распространение, которое надо с такой осторожностью принять, это дуванчик. Что дуванчик хорош в борьбе против вредителей, но очень плохо, когда в этих зеленом удобрении. Содержится дуванчик в зеленом удобрении, значит, вы делаете очень плохо для зеленого удобрения. Ну, дальше, лебеда. Ну, лебеду я не покажу, потому что нет у меня на участке. Лебеда точно так же не добавляется в зеленое удобрение. Потому что она будет тормозить рост ваших растений. Вот, вот почему. У вас и получаются неудачи, что вот эти растения добавляются. Добавили, и вы потом не понимаете, почему ваше зеленое удобрение вместо пользы, как бы, имеет обратный эффект. Отрицательный. Вот, а это именно добавки таких растений. Ну, не забываем то, что любое удобрение зеленое, которое мы добавляем, значит, оно обычно делается многокомпонентным. Потому что растения имеют разный химический состав. Соответственно, наше растение будет все более, как бы, более комплексное удобрение. Ну, единственная культура, которая, как бы, добавляется без исключения во все виды удобрения, вы ее знаете, вы ее прекрасно знаете, эту культуру. Это крапива. Обыкновенная крапива. Без проблем добавляется в зеленое удобрение в любом количестве, хоть в шистом виде, хоть в смесях. Она дает очень хороший результат. Очень, ну, как бы, повышает тонус растений. Они начинают хорошо расти. Ну, вот, сейчас я покажу вам растения, потому что тонус наших растений будет повышаться чего? Когда будет улучшаться состав почвы. Так вот, есть целый ряд растений, которые намного улучшают состав почвы, плодородие почвы. И, соответственно, растения начинают развиваться очень хорошо. Этими растениями вы можете поливать любые культуры. Это раз. Во-вторых, эти растения чем хороши? Вот, что даже если где-то у вас участок пустующий, вы проливаете, эти удобрения пробуждают микроорганизмы почвы, и ваш участок становится более плодородным. Вы потом, словом бы, вы унесли органику. Хотя никакой органик вы не уносили, только, единственное, там унесли ведро этих удобрений. Ну, идем по парадочку. Идем по парадочку. Это окопник. Вот. Его можно найти на болотах. Такое растение с такими широкими листьями. Вот. Добавляем смело в зеленое удобрение. Следующий такой у нас, очень такая неприхотливая, это ромашка. Вот по ромашке, значит, сейчас добавляйте в зеленое удобрение. И запоминать ромашку, вот эту массу, когда она засветет, надо просушить. Во своем февральском ролике я рассказал, что если замочить семена любые в растворы ромашки, вот этой травы, значит, она стимулирует прорастание любых овощных семян, увеличивает схожесть. Ну, как бы были скептики, которые мне там тоже написали, что это сказки. Но вы попробуйте, и вы удивитесь, что ромашка вам лучше всяких запатентованных стимуляторов прорастания обеспечивает очень хороший результат. Вот вам и ромашка. Ну, точно так же, очень хорошо улучшает почву пастущая сумка. Пастущая сумка – это тоже очень хороший улучшитель почвы. Ну, вы ее запоминаете, сорнячок с белыми цветками и с плодами в форме треугольной, вроде сумки. Ну, пастущая сумка, думаю, нам также знакома. Состав нашей почвы будет очень хорошо улучшаться. Это такое растение, как пижма. Пижму, вы представляете, желтые головочки, вот тоже смело можно добавлять зеленое удобрение. И даже если у вас много пижмы, можете в чистом виде поливать ваши градки. Ну, следующее, которое мы, конечно, не должны забыть – это полынь. Полынь, но, опять же, полынь, не забывайте, потому что полынь – такое средство, сильно действует, как бы сказать. Поэтому в большом количестве вы ее отвары не добавляете в зеленое удобрение. Где-то должна быть восьмая, десятая части. То есть в небольшом количестве полынь можно добавлять, но не в чистом виде. В чистом виде она уже будет токсична и для растений, и для почвенной микрофлоры. Ну, и следующее, что есть, что такая травка очень-очень интересная – это тысячелистник. Тысячелистник, вы себе представляете, такая вот интересная травка. Так вот, тоже тысячелистник является симулятором для оживления почвы, даже самой малоплодородной. Отваром поливаем, и наша почва становится намного лучше. Да, рассказывая о вредных растениях, я еще забыл одно растение, которое широко распространенное. И вот многие как бы тоже говорят, а почему бы его не добавлять? Это лютик. Все виды лютиковых растений являются ядовитыми. Поэтому все эти растения в зеленое удобрение нежелательно добавлять. Запомнили. Ну, далее. Ну, начнем по парадку. Сама технология, надо вкратце рассказать, потому что как добавлять, что добавлять. Значит, для приготовления зеленого удобрения мы используем или пластиковую, или стеклянную, или деревянную тару. Железные эти удобрения не делаются. Почему? Потому что железо окисляется и выделяются вещества, которые потом плохо влияют на наши растения, которые мы будем кормить этими отварами. Тара любая может быть. Это может быть ведро, это может быть бочка, большая, маленькая, на 50 литров, на 100 литров. Как ваши возможности, что у вас есть, то и используем. Значит, удобрения, ну, растения, которые мы будем помешать в эту емкость, значит, ну, желательно измельчить. Желательно измельчить, ну, хотя бы на куски по сантиметру 15-20. Порубать топором. Порубать, порубали, порубали и забросали. Почему надо измельчать? Потому что так процессы выделения полезных веществ из этих растений пройдут гораздо-гораздо быстрее. Далее. Вопрос. Где ставить эту бочку? На солнце или в тени? Так вот, с опыта замечу, что бочку ставить только на солнце. Потому что солнце будет нагровать нашу вот эту бочку. Соответственно, все процессы будут гораздо идти быстрее. Вот. И наше удобрение раньше будет готово к использованию. Ну, а как узнать? Ну, залили. Наложили мы, значит, наши травы. И сверху надо ложить гнёт. Потому что растения начинают, когда идут микробиллические процессы, поднимаются масса вверх. Для того, чтобы она не поднималась вверх, мы ложим гнёт. Это может быть камень, это может быть кирпич. Ну, тоже то, что вы найдёте под рукой. Может быть, кусок доски. Толстые куски тоже. Кусок доски положили, прижали нашу зелёную массу. Вот. Для того, чтобы наша масса скорее работала, что мы сделаем? Мы добавим, значит, на эту массу азотное удобрение. Можно добавить калийное удобрение. Немного. Всего лишь на 100 литров 100 грамм. То есть, грубо, на 1 литр 1 грамм удобрения. Поэтому, исходите из этого раштота. 100 грамм на 1 литр 1 грамм. Добавить удобрение, пройдёт процесс гораздо быстрее. Вот. Но кто делает такое удобрение, знают, что может появиться неприятный запах. Когда начинается брожение этой массы, это тоже устраняется очень просто. Опять же, 100 грамм на 100 литров соды. Обыкновенной пищевой соды. Добавили, значит, уже запаха такой неприятный не будет. Будет, будет, но гораздо, гораздо слабее. Ну, как узнать, что ваше зелёное удобрение уже готово к использованию? Ну, узнать это очень просто. Появляется, как бы, шум. Такой шум, видно, белая пена. Появился шум такой, или белая пена, как там правильно сказать, появилось на поверхности. Значит, ваше удобрение уже готово к тому, чтобы вы его использовали. Конечно, читаешь некоторых садоводов, что они держат, пока эта пена прекратит выделяться, что уже всё осветляется. На самом деле, уже такое удобрение имеет малой питательной пользы. Почему? Потому что, когда появляется пена, это значит, что начинает с этой массы выделяться азот. Начинает выделяться азот, и в это время содержание азота в растворе максимальное. Если это удобрение перебродит, и уже перестала пена, значит, там азота уже нету. Он улетучился. Значит, мы просто стимулируем растения фосфором, калием, ну, и другими микроэлементами, которые остались в этой массе. Запоминайте этот момент. Поэтому не ждите, пока это удобрение перебродит, чтобы весь азот ушёл, и вы считаете уже, у вас не полноценное удобрение получается, а уже удобрение с ущербом азотного питания. Ну, массу эту, что будем процеживать, конечно, её надо процеживать, вот, и поливать наши растения. Значит, разбавлять массу. Как разбавляется масса? Ну, в разных источниках по-разному. Ну, я знаю, что обычно литр, если у вас полностью бочка была забита до отказа, то берём или лёгкость любая, значит, литр на 10, на 9, плюс 9 литров воды. Если у вас там, ну, чем меньше травы, соответственно, пропорции уменьшаются. Ну, самая такая пропорция 1 к 5. 1 к 5, одна часть настоя, 5 частей воды. Это, так скажу, самая низкая концентрация. Больше разбавлять нет смысла, потому что у вас уже получаются не удобрения, а микроудобрения. Вот, эффекта вы не получите. Ну, опять же, под что вносить? Ну, очень хорошо на зелёное удобрение, значит, отзываются какие культуры. Это все культуры, которые растут над верхом. Типа огурцов, там хорошо отзываются перцы, помидоры, тоже растёт над верхом. Ну, под корнеплоды, под свеклу и под морковку, там же, и под тот же лук, зелёное удобрение можно и нельзя вносить. Почему? Потому что, если просто внести его, просто так внести, значит, мы можем привлечь вредителей. Можем привлечь вредителей на наш участок. Вот, ну, к нашим растениям запах, вот этот запах перогнившей травы привлечёт вредителей. Для того, чтобы его не было, мы будем добавлять, ну, это же перед самым приготовлением, заблаговеренно нельзя добавлять, потому что он, как бы, действие потеряет полностью. Препарат антивредитель. А для того, чтобы наши растения совместно с подкормкой, подкормить, что, ну, защитить от болезней, мы будем добавлять профит-сяную палочку и профит-триходерму. Эти два препарата мы добавим. Ну, это, говорю, в том случае, когда мы уже процедили, готовый раствор добавили вот эти препараты, и дальше разбавили, и, соответственно, поливаем наши растения. Поэтому запоминайте. А под лук, луковые, ну, все корнеплодные группы растений и луковые мы будем добавлять антивредитель профит. Добавили антивредитель профит, и, соответственно, наши растения получат и подкормку, и в то же время вредители не будут лететь, повреждать эти культуры. Ну, опять же, как вносится зеленое удобрение? Думаю, технология очень простая, что проливаем зеленое удобрение, после этого обильно проливаем водой, для того, чтобы этот настой ушел к корням наших растений. Ну, вот у нас после этого остается масса. Вот остается масса. Кто-то, конечно, берет эту массу, оставляет в этой бочке, добавляет новую и опять сбраживает следующую партию. Ну, кто-то, конечно, берет и достает эту массу. Ну, если вы оставляете, проблем нету, но если вы будете доставать массу, то я не советую ее где-то разбрасывать по поверхности, потому что она не принесет никакой пользы. А вот если под плодовыми деревьями выкопать какие-то, ну, ямки, ну, на штык лопаты, и вот туда эту зеленую массу переводившую закопать, вот на глубину 20 см, засыпать почвой, это будет прекрасное удобрение для наших яблонь, груш, вишен и любых садовых культур. Эти культуры отзовутся очень-очень хорошо. Так что вот займитесь этим зеленым удобрением, правильно его приготовьте, из правильных трав, и знаете, чем больше компонентов, тем богаче состав будет того настоя, и тем лучше отзовутся на него наши растения. Ну, и не забываем, что это удобрение, в котором содержится все, и макро, и микроэлементы, то есть оно оптимально подходит для растений нашей местности, потому что травы собираются также в нашей местности. И это получается экологически чисто и в то же время беззатратно. Удачи вам! До свидания! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok